Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня мы выехали ранним утром порыбачить на Ультралайт. Сейчас мы быстро почуем на этой красивой природе. Друзья, тут просто феноменальная красота. Птицы поют, везде разливы, солнце. В общем, природа проснулась намного раньше нас. У нас где-то 7 часов утра, и мы будем начинать нашу рыбалку. Вот он, обитатель. Воды добавилось так каждый год? В том году больше было. Как-то вкладки прям разломало, смотрю, некоторые. Это мало, в том году больше. Еще больше было, да? Я черноком нашел. Говорите, рановато по рыбе? Да. Ну, мы надеемся на окуня. Может, окунек тут всегда заходит, знаете как. Да, ну, у меня это что-то выходил. Говорит, на два, что-то дергал, дергал. Ничего. Ну что, начнем мы сегодня рыбалку именно с этого места. Хотим сменить 3-4 точки, чтобы, знаете, понять, где окунь кулеет, где он базируется. Уделище сегодня у меня будет, это Азура с Афина-Х. Прошлый сезон, этот сезон, я отлично него рыбачил. 0,5-6 грамм, то есть оптимальный тест для весны. Как раз тот тест, каким можно найти пассивную рыбу. Использовать будем 2-3 грамма, возможно, 4. Может, отводной поводок, будет все зависеть от ситуации. Собираем быстро наш комплект и идем с вами в бой. Начинать будем с вот такой приманки 2-дюймовой и 1,5 грамма вольфрам. Флюрокарбоновый поводок диаметром 0,16. Катушка Азура Фротронео, 2500 СС. Ну что, Николай сделал первый заброс, тишина. Я сейчас тоже сделаю первый забросик, посмотрим. Мусора много после зимы. Плавает. Я думал, как-то мусор осел, вроде уже и время прошло. Должен было сесть. Сейчас посмотрим, будет ли тут что-то или нет у нас. Ну ничего, побросаем полчасика, ничего не будет. Переедем дальше. Боже, нас никто не держит. Вообще окунь как-то в этом году. Да и зимой окунь, да, как-то в этом году, как-то слабенько. Сейчас 0, да. Последние лет 5, как вы думаете, вот это? Или сколько? Или года 3? Да, да, да. Лет 5, да? Больше 5 даже. Здесь вообще, на нерус она заходит сюда. Ну тоже, что же, все эти, блядь, извините за урожение. Все перекрыто. Да. Кладки, конечно, ребят, подразмыло, подразбило. Зимой еще они были целые, осенью тоже. Сейчас попробую сделать тут небольшой забросик. Походим немножко, если не будет ничего, то переезжаем. Хочу сразу вам сказать, что место важнее всего. Какие бы ни были у вас приманки, какой бы вы ни были хороший рыбак, место это самое важное в рыбалке. Короче, ребят, первая точка, первая тишина. Будем ехать дальше, проверять рыбу, потому что весной окунь такое дело, что может и не быть. В прошлом году здесь было очень хорошо, да? Именно здесь и зимой окунь было, и осенью отлично ловили. Ну а весна пришла, рыба куда-то плыла. Валим, Колян, не теряем время. Переезжаем в новое место. Леса, поля. Все как обычно. Ребят, новая точка, и вот вроде бы уже там прыгает рыба. Сейчас попробуем поймать. Тут гора песка, в том году ее не было. Сейчас попробуем прям вот так вот половить ее. Ты б уклейку забагрел? А ну покажи. Да, не это сибель. А не пойму кто это, слушай, ну бель какая-то. С первого заброса, да? Ладно, я думаю, есть тут, потому что гоняет он здорово. Да его тут просто кишит. Вот он. Вот он, крошечный. Ха-ха! Какой ты маленький, елки-палки. Вот это рыба. И то снизу поджал тоже, да? Николаевич потянул. Вот покажи, какой клюет. Вот такой клюет. Вот такой клюет, получается. Вот это он и то забог, да? Вот это он и гоняет, получается, всю клюю. Искать надо. Менять будет место, искать. Мы снова поменяли локацию на нашей любимой микроречке. Приехали, ребята, пока доехали, пошел небольшой дождик. Видно по воде, видно, что стало пасмурно. Утро было такое многообещающее, как бы. Но сейчас посмотрим, что здесь у нас получится поймать. Земля прорыта червями, значит, к дождю. Смотрите, нарыли червяки. Вот говорят, если такие кучи червей вылазят, значит, будет дождик. А вот тут есть выходы. Вон он, смотрите, как полетел. Сейчас попробуем провести вдоль травы. Белой рыбы очень много. Я чувствую буквально каждую вибрацию. Вот такой опять малыш. Каждую вибрацию слышу, Белли, по шнуру. То есть окунь выходит за ней питаться. Котлов пока таких больших нет у нас, ребят. Отдай приманку. Плыви обратно. Котлов больших нет, но потихоньку они уже образуются. То есть вода начинает прогреваться, и окунь уже более локально начинает питаться, а не в разброс. Есть. Ух ты. Хороший. Ух ты, какой колян. Вон он. Ты видел, какой лапоть? Вот такой окунь был. Ребят, вы не поверите, но только что взял окушок под самым-самым берегом. Вот прям вообще. Я ввел-вел этот брык. Тут песчаное дно. Отлично. Как раз на песчаном дне у меня была поклевушка. Вот такой вот тоже. Некрупный, но весь упитанный. То есть малька он наедается. Тут вполне чувствует себя очень комфортно в этой речке. Проводочка. Оба, тычок, ребят, вот окушок. Иди сюда. Иди сюда. Тоже некрупненький. Вот он взял. Красавчик в таком заливе. Ух, как он-то пырщится-то, дружок. Чего ж сегодня рыбка капризная? Давайте попробуем сейчас на дотяжке. Дотяжечка выматываем в слабину. Опять дотяжечка. Сработала. Иди сюда. Окушочек. Вот он. Иди сюда. Вот такой вот весенний красавчик. Опять-таки, 1 грамм во рту. Это пырщится. Иди сюда. Плови. Плови. Друзья, погода нас не радует. Также нас не радует клев. Мы вяжем сейчас отводные поводки. Будем пробовать ловить таким способом. Потому что на классический джих даже грамм, полтора-два, окунь практически не отзывается. Ужик маленький греется на солнышке. Тут их очень много. Вот еще один. Такой красавец. Греется. Ну, давай, очередная точка. Надеюсь, ты нам хоть дашь. Все разломано, да? Пробуем. Вода добавилась. Пробуем. Не знаю, как окуня, но... Николаевич, я нашел еще один отводной. На отводной нашел отводной, да? Слушай, а ну, помогите, чтобы мы тут не запутались сейчас. Подержи мой, пожалуйста. Вот. Ребятушки. Короче, просто и приманка, и грузик. Вот как раз, как мне нужен, да? Смотри, вот правильный груз. И все, что надо. Только толщина не таща. Сейчас будем распутывать это дело, если у нас получится. Вот то я поймал. Друзья, вот нашли, значит, вот такой вот в одной. Вообще неправильно повязан. Расстояние очень огромное, сантиметров 30. Груз нормально. А ну, подержи, Коль. Груз все нормально, но можно к шнуру. Здесь вообще сделано через карабины, 3 вертлюжка. То есть, ну, не знаю, тут флюр. И флюр это леска, я не знаю, какая толщина. И приманка какая-то откушенная. Очень огромного размера. Ну, вот какую-то такую бодягу я достал, получается. Вот. Не знаю, ловила она или нет у человека, но тот факт, что она отстрелила у него, это 100%. Да, она не знаю. Отстрелила, это 100%. Колян потянула кушка на отводной. Оп. Ближе к берегу? Да. Нормально клюнул. Как это? На паузе, да? Да, на паузе. На паузе вот такой вот. Касабланка. С отводным поводком все очень просто. Мы делаем такую же проводку, как на классический джиг, только делаем больше паузу. Те же постукивания можно кончиком сделать. Один подъем, два подъема. Очень здорово работает протяжка по дну. Также чувствуем ракушку. Все, как сказать, катаклизмы на дне. И на них останавливаемся. То есть постучала ракушка, мы сделали паузу там подольше. Подмотали. Но на отводной поводок, как правило, если на джиг не нравится, вы чувствуете каждую проводку, вы чувствуете удар окуня. Все вот это контролируете. На отводной вы сделали подброс, так опустили, на дно там проволокли. И вы чувствуете рыбу, когда уже делаете пару оборотов. Только тогда вы чувствуете, что там кто-то повис. Редко бывает в момент удара за счет длины поводка окунь заглатывает, как правило, на паузе. А вы его выматываете. Поэтому я называю это в одной пассивная ловля такая. Как говорят, не спортивно совсем. Но именно за счет того, что поводок дрейфует, вот это в толще, рыба меньше его боится и легче ей взять. Она берет, не чувствует веса. И плавное падение получается. Сделали подмотку, длинный поводок, и приманка плавненько опускается на дно. Вот это огромный плюс. О, на отводной окушок. И неплохой. Иди сюда. Вот такой вот красанчедла. Хорошенький взял. Огромный, просто огромнейший плюс от вводного поводка. Минус еще, конечно, зацепы. Бывают перехлесты, там что-то путается. Тут что-то путается. Вы видели, да, мы нашли страну. Блин, было. Вон летит птица какая-то, да. В нее бы не попасть. Ну, минус, да, путается часто от вводной. Видите, вот крутится, путается. Делать его надо правильно. И еще что я вам хотел сказать. Огромный плюс, то, что можно ловить практически, практически, повторяюсь, с любым удилищем. И можно, ребята, делать очень дальний заброс. То есть груз вообще не влияет. 5 у вас там грамм, 10 у вас там грамм. Вы метаете в разы дальше, чем обычным джигами. Можете протянуть, блин, полуречки буквально за одну проводку. С той стороны опять у нас какие-то тучи. Опять к дождю дело. Просто сумасшедшая погода. Конечно, это все повлияло, безусловно, сегодня на клев. Тем не менее, как сказать, рыбу подержали, рыбу почувствовали, да, без трофеев. Но бывают и такие дни, не всегда дашь налавливать ведро. Правильно, иногда приходится ключик подбирать. И это сильно мотивирует. Это очень мотивирует, когда у тебя не получается. И ты не сворачиваешь все, идешь домой с криками, все, не клюет. А ты начинаешь упираться и на следующей рыбалке ты уже понимаешь, что надо делать в случае без клевья. И налавливаешь больше всех. Протянули. Я не знаю, как там дела у Николая. Где он ушел ловить дальше куда-то. А у меня снова какой-то штришок. Ну, судя по загибу, вроде ничего такое, да? Сейчас мы глянем. Ух ты, удрать хотел, да, какой окушок? Вон он. Ну, такой грамм, я не знаю, 100 может. И опять весь пузотый, опять весь топырщится, как балалайка. Колян, ты где? Смотри, вон у меня какой. Еще один. Плыви обратно, дружок. Хорошенький. Ничего не скажешь. Прикольный. Ну, отводной сегодня тоже, ребят, не супер. Иногда вот так подтяжечки делаю по дну. Иногда просто постолкивание получается. Проводки бывают вообще по-разному. Ого. Зацепился я за что-то, да? И тянул окуня сразу, гляньте. Ракушку и окуня тянул. Как же так? Ёлки-палки. Как же ты так взял? Дружба. Что за поза у тебя? Смотрите, получается, он атаковал. На ракушке взял. И снизу за плавник я его зацепил. То есть он поджал, получается, вот такой вот. О! Весь окон сейчас пузатый весь. Полностью пузатый. Наедается малька. Либо перед нерестом, не знаю. Ну, короче, вот он, карапуз. Отпускаем его обратно. Плыви. Убрал. Ракушку мы снимаем. И, значит, понятно, что на ракушке он клюет. Встал на отводной поводок. Да, ребят, это здорово. Приманка в толще дрейфовала. Если посмотреть по водоему, то рыбы очень много сейчас. Как раз вот, ну, у клея, да, верховодка. Поверху плавает. И он как раз ее сейчас питается. Жор у него перед нерестом начинается. Вот этот вот. Самая длинная проводка, это проводка на отводной поводок. Потому что мы делаем длинные паузы, просто длиннючие, я бы сказал. И пробуем его, именно на падении нашей приманки, выманить этого окуня. Проводка может длиться реально больше минуты. Очередной друг. С той же точки. Тоже на отводной. Отводной сегодня реально спас рыбалку. Последний, наверное, заброс, друзья, на сегодня. Именно, как говорится, я не трус, но я боюсь. Облака такие, уф, темные. Кажется, что сейчас реально ливанет. И окушок, как назло, начал проклевывать. Именно нашел я ту точку, где с отводного поводка он берет. Да, не супер, стуки идут. Но я слышу, как он там цепляется. Небольшой совет, ребят. Когда ловите лесной окуня, просто подальше выдержите от себя. А то он может ваши штаны испачкать так. Домой придете, вас просто не поймут. Давай, плыви.